Новый год, бой курантов, шампанское, танцы до утра, искреннее обещание с 1 января вновь начать новую жизнь. Для детей наше восприятие недоступно, да и спать они чаще всего ложатся до полуночи. Давайте же вернемся в то время, когда деревья были большими и от Нового года мы ждали настоящего чуда. Дорогие друзья, мои маленькие и большие дети, я бывал во многих местах, побывал на всей планете и пришел, чтобы вас поздравить и всем вам было хорошо. И вот как раз снежок, чтобы вы на лыжах, на санках катались, спортом занимались, ну и конечно же не курили, умными были. С Новым годом! Хотя праздник пролетает очень быстро, за то время его ожидания мы можем сделать необыкновенным и волшебным для наших детей. Создание праздничной атмосферы позволит вашей семье заранее почувствовать принадлежение Нового года. Ведь и детская, и кухня, и ванна, и коридор должны преобразиться. Сделайте фонарики, заверните в фольгу сюрпризы, развесьте их в перемешку с мишурой шарами, вырежьте снежинки и наклейте их на окна. Прикрепите на потолок конфеты на нитках разной длины и вложите под обертку забавные пожелания на следующий год. Не забудьте о главном атрибусе Нового года – вашей елке. Пусть ее украшение всей семьей станет доброй ежегодной традицией. Не стремитесь следовать модным тенденциям. Дайте возможность каждому выбрать приглянувшуюся игрушку и найти ей подходящее место. А какой же Новый год без подарков? Отнеситесь к их выбору очень ответственно. Разочарование ребенка может испортить всю магию праздника. Поэтому постарайтесь заранее выведать у малыша его потаенное желание. Напишите вместе письмо Деду Морозу и полюбопытствуйте, что именно он хочет получить на праздник. Наверняка вы помните радость малыша, когда на праздник он получил настоящего друга, а не игрушечную собаку. Время предновогодней суеты – это возможность развить творческий потенциал ребенка. Подумайте, в чем он особенно талантлив, и поскажите ему идеи для подготовки подарков близким. Можно сделать поделку или нарисовать рисунок, а можно выучить стихи или песни, а то и поставить настоящее представление. Похож на вас Дедушка Мороз, которого слепил Леня? Похож. Молодец. Сколько времени потребовалось, чтобы слепить такую красоту? Вместе с тем, чтобы раскрасить, где-то 50 минут. Карнавальный костюм вашего ребенка – тоже важная часть праздника. Для ребенка костюм – это целая жизнь. Переодеваясь и ассоциируя себя с каким-то сказочным персонажем, дети раскрывают в себе новые черты, которые они захотят проявлять и после праздника. А почему ты выбрал костюм короля? Я смотрел много сказок, и мне больше всех нравится король. Он воинственный и готов всегда принять бой. Я хочу быть с петрушкой. Чертик? А какой чертик? Какой у него характер? Как у всех чертик. Какой? Вредный такой? Или хороший? Наверное, более хороший. Более хороший чертик. Видите, как много разных костюмов можно придумать на Новый год? Поэтому самым лучшим решением будет либо сшить его на заказ, либо своими руками, чтобы учитывать все пожелания вашего ребенка. Вот и приближается волшебная ночь. Устройте детям праздник. Делайте так, чтобы у них был свой стол, меню, игрушки. Организуйте все так, чтобы им было действительно весело. Держи. Предложите детям интересные игры, загадки. Расскажите о необычных традициях встречи Нового года. Например, в последние секунды года нужно всем дружно взяться за руки и впрыгнуть в Новый год. С Новым годом! С Новым годом!